Книга «Как легко учиться» в младшей школе от 7 до 12 лет. Книга для родителей Шамиля Ахмадулина. Уникальные методики развития. Шамиль Ахмадулин – психолог, педагог, кандидат психологических наук, автор более 30 книг и пособий по эффективному обучению детей и подростков, основатель школ скорочтения и развития памяти у детей. В книге рассказывается о том, почему дети не хотят учиться в школе и как помочь ребенку стать успешным. Практические советы, рекомендации и самые эффективные методики. В книге рассказывается о проблемах, которые мешают вашему ребенку успешно учиться и о методах, которые позволят ребенку стать действительно успешным в школе и в дальнейшем жизни. Наши действия напрямую зависят от внешних обстоятельств. Действия вашего ребенка также и то же самое происходит в учебе. Основные проблемы при обучении ребенка в школе. Первое – это нейропсихологические проблемы. Что же такое нейропсихологические проблемы, мы с вами сейчас разберем на примере. У мальчика Миши плохой почерк, даже не просто плохой, а ужасный. Родители учителя заставляют Мишу часами выводить в прописях буквы, но ничего сильно не меняется. Потеряв всякую надежду, родители отдают ребенка на нейропсихологическую коррекцию. Там ребенок выполняет различные упражнения, ползает, двигается туда-сюда глазами, завязывает пальчиками узелки, прыгает, учится за жаром. В общем, делает какие-то непонятные вещи, никак не связанные с письмом. Это, конечно, на первый взгляд. И, о чудо! Через пару месяцев почерк Миши меняется до неузнаваемости. В это сложно поверить, но буквы становятся ровными, а скорость письма возрастает. Как? За счет чего? Удивляются родители. Давайте разберем, что же произошло. Все не так уж и сложно. За различные процессы – письмо, чтение, счет – отвечают разные участки мозга. Эти участки формируются в процессе антогенеза – еще одно полезное слово. То есть в процессе роста и развития человеческого организма с самого раннего детства. А еще нужно помнить, что формируются они, казалось бы, от никак не связанных, на первый взгляд, движений. Например, от ползания, бега, прыжков и так далее. Например, ребенок практически не ползал, а сразу начал ходить. Родители безумно счастливы. Какой у нас молодец! Какой развитый! Сразу ходить начал. Но неожиданно в начальной школе у ребенка появляются проблемы с почерком. А дальше еще и с геометрией. Вроде события никак не связаны, но это не так. При ползании у ребенка развиваются участки мозга, отвечающие за навыки ориентации в пространстве. Если же ребенок эту стадию пропустил, то, соответственно, эти участки не развились, что в дальнейшем приведет к проблемам. Вот они и нейропсихологические проблемы. Суть состоит в том, что если в процессе развития ребенка какие-то участки мозга не развились достаточно, то это, скорее всего, приведет к проблемам в обучении в будущем. Вторая проблема неуспешного обучения в школе – это мотивационные проблемы. Мой ребенок не хочет учиться, говорят родители. А с чего он, собственно, должен хотеть учиться? Спрошу я вас, а вы уверены ответить. Тяга к знанию в ребенке заложена самой природой. Но это, к сожалению, не так, и ребенка нужно постоянно мотивировать и давать ему какую-то мотивацию для того, чтобы он учился успешно. Третья проблема неуспеваемости в школе – это психологические проблемы. Например, это может быть связано с тем, что у ребенка не сложились отношения со сверстниками в классе, и поэтому он не хочет ходить в школу и в то же время учиться. Возможно, у них не сошлись отношения с учительницей, и учительница пару раз при одноклассниках нелестно отозвалась о вашем ребенке. Третья причина неуспеваемости – это психологические проблемы. Возможно, у ребенка не сложились отношения со сверстниками в классе, и поэтому он не хочет ходить в школу и учиться. Возможно, учительница пару раз при одноклассниках нелестно отозвалась о вашем ребенке, и другие ребята это подхватили и начали его дразнить. Может быть, у ребенка какие-то проблемы дома с родителями. Это все и влияет тоже на плохой успех в учебе. Ну и четвертая проблема в обучении – это проблема гаджетов и информационного цунами. Эта проблема, по моему мнению, самая серьезная. Ее еще называют цифровое слабоумие, информационная псевдодебильность. Ими обозначают проблему, когда человек со здоровым физиологическим мозгом не может совершать простых интеллектуальных действий. Кстати, в элитных частных школах полностью запрещено пользоваться мобильными телефонами. В этой среде растят те, кто будет в дальнейшем руководить и управлять остальными. Ну и теперь в этой книге будет рассказываться о том, как помочь ребенку стать успешным. Практические советы, рекомендации, самые эффективные методики. Ну и первое – это, конечно же, мы поговорим о мотивации. Что же такое мотивация? Мотивация – это стремление что-либо делать, достигать, двигаться вперед. Мотивация бывает внутренняя и внешняя. Внутренняя – это самомотивация, когда мы поощряем себя за достижение цели, выполнение сложных задач. Ходил на пробежку целую неделю, наградил себя посещением спа-салона и так далее. Внешне – когда нас поощряют извне. Премий на работе, за перевыполненный план, какие-то нам дают с вами грамоты и так далее. Даже мы с вами, взрослые, ходим на работу для мотивации. Чем мы себя мотивируем? Конечно же, первое – это зарплата, что мы получим определенную сумму денег. Второе – то, что это наша любимая работа, и мы занимаемся своим любимым делом. Ну и, конечно же, мотивация должна быть у ребенка. Для чего? Зачем? Он ходит в школу. Нужно понять одно, что мы себя еще как-то можем замотивировать, а ребенок нет. Ему нужна мотивация извне. Ну и, конечно, мотивировать ребенка должны родители, близкое окружение и, конечно же, школа. В школе мотивация, конечно же, простая. Это система оценок. А что делаем мы, родители? Как мы мотивируем своего ребенка? Сделаешь домашку – пойдешь играть на компьютере или планшете, или пойдешь гулять, как только сделаешь домашку. Такой формат не стимулирует любовь к учебе, а вызывает желание побыстрее, а значит, с наименьшим качеством сделать домашку и пойти, наконец-то, получать удовольствие. Ниже я расскажу, как решить эту проблему. Начните поощрять ребенка с самого начала учебного года за его успешную учебу. Но это не должно быть, что вы его поощряете в начале года, сказали и поощрили только в конце. Нет. Нужно стараться поощрять ребенка за конец недели, или за две недели вы его поощрили, или хотя бы конец четверти. И за каждую четверть стараться ребенка поощрять. Как можно поощрять ребенка? Спросите ребенка, что бы он хотел. Если это по вашим силам, то, пожалуйста, реализуйте и подарите, сводите, съездите с ребенком туда или куда он хочет. Или что бы он хотел, то ему и подарите. Но все же вы, опять же, смотрите по своим силам. Или сами придумываете, что вы своему ребенку за вознаграждение подарите, или куда вы его сводите, или свозите. Слова о том, что закончишь хорошо 9 классов или 11, поступишь в хороший университет или техникум, ребенка, ну, вообще никак не прельщают. Вы должны прекрасно понимать, что на такое долгое количество времени, как 9 лет, 11 лет, ребенок не способен ждать. Он не способен набраться терпения и для этого хорошо учиться. Конечно же, он еще и не понимает, что в дальнейшем, для чего нам нужен этот университет, техникум и работа. Поэтому вознаграждение должно быть в данное время и сейчас. Ждать 9-11 лет ваш ребенок не будет. Также у ребенка может быть, что была мотивация к учебе и резко пропала. Давайте посмотрим, какие факторы на это влияют. Первое. Нельзя никогда сравнивать детей с братьями и сестрами или детьми своих знакомых. Например, наша старшая сестра учится хорошо и на отлично, а ты у нас дурачок или балбес. Или, например, родители бывают говорят так, а вот у моей подруги Кати дочка и в секции ходит, и в музыкальную школу ходит, и в школе одни пятерки. Ну что же ты у нас ничего не можешь, дурачок, балбес и так далее. Очень часто родители говорят своим детям, что, конечно же, занижает самооценку самому ребенку и у него пропадает мотивация к обучению. Вторая проблема, когда у ребенка пропадает мотивация к обучению, это когда мы стараемся за ребенка выполнить домашнее задание. Домашнее задание за ребенком мы не должны выполнять, мы должны его контролировать, мы должны проверить, что ребенок все выполнил, что ему задавали. Ну и, конечно же, если нужно, где-то просто помочь, что-то объяснить, что-то подсказать, но не выполнять. Ребенок будет привыкать, поймет, что за него все это делают, и ему просто будет неинтересно, и это не нужно. Ну и, конечно же, не собирать за ребенка портфель, не складывать ему учебники. Ребенок должен к школе готовиться сам, а вы должны только контролировать. Ну и, конечно, выполнять домашнее задание в спокойствии, а не только в криках, орах и постоянных возмущениях. Тогда для ребенка будет учеба, это боль, и мотивации никакой не будет. Ну и будем разбираться с вами дальше, почему ребенок не хочет учиться. Первое, это, наверное, ребенок боится потерпеть удачу. Такое встречается очень часто, когда у ребенка был какой-то неудачный опыт, например, в школе или дома, его высмеяли, или на него накричали, или еще было какое-то рукоприкладство, когда ребенок просто перестал хотеть учиться. Второе, ребенку сложно усваивать школьный материал. Низкое качество урока, такое тоже, кстати, бывает. Ребенок тратит мало времени на разбор темы, ребенок отстает в развитии от сверстников. Ребенок не хочет трудиться, не умеет даже трудиться, он не привык решать задачи самостоятельно, за него все всегда решают. Выполнение домашних заданий ему кажется бессмысленным. Отвлекается на развлечения, не организован, домашней дисциплины никакой нет и распорядка дня тоже. Конфликтует с родителями специально, назло родителям, мало занимается. Неблагоприятная среда в доме. Конфликты родителей друг с другом, конфликты родителей с их родителями при совместном проживании, как следствие подавленное эмоциональное состояние ребенка. Отсутствие основных рычагов мотивации. Дома за плохие оценки ругают, а по поводу хороших ничего не говорят. В школе учителя не верят в способности ученика. Дома не выстроена система поощрения за определенные успехи. Если у вас есть эта проблема, предлагаем вам сразу определить ее причину, действуя по алгоритму, приведенному ниже. Ребенку сложно усваивать школьный материал. Он просто может не успевать за сверстниками, возможно, потому что отстает в развитии или просто мало уделяет времени дома в выполнении домашнего задания и на разбор тем, которые изучили в классе. Для решения этой проблемы могут помочь репетиторы. Вы нанимаете ребенку репетитора, ребенок начинает усваивать материал и у него появляется опять мотивация к обучению и, конечно же, происходит успех в учебе. Неправильная организация домашнего задания. Когда у ребенка нет режима дня, у ребенка тоже будет плохая успеваемость и вследствие пониженная мотивация к обучению. Обязательно нужно настроить режим дня, чтобы ребенок ложился спать и просыпался в определенное время. Он знал, когда у него завтрак, обед и ужин, ползник. Когда у него есть время для отдыха, чтобы поиграть, поспать, сходить на улицу. Когда у него время для секций каких-то кружков музыкальных школ. И какое ему выделено время для выполнения домашнего задания. Вы должны это все сделать, организовать сами, а после организовать своего ребенка. Выделить определенное время для смотрения телевизора и, конечно же, определенное время для игр в гаджетах. Если уж, конечно, вы такой ребенку уже разрешаете. Но это должно быть не больше часа. И в этот час должен входить и ребенок посмотрел телевизор, какие-то мультфильмы, фильмы. И, конечно же, поиграл в телефон. И все, что он делает в вашем гаджете, и все, что он смотрит по телевизору, вы тоже должны отслеживать, что он там делает. Чем он занимается, что смотрит, что читает и так далее. И тогда только будет успех в обучении. Ну и, конечно, выполнение домашнего задания. Организовать правильно. Ну, все дети разные. Кому-то нужны перерывы после каждого урока выполненного. А кто-то делает сразу все, и потом выходит, и домашнее задание у него выполнено. Если, например, у вашей подруги Кати дочка садится и делает сразу все, а ваш ребенок так не может, то не нужно загонять всех под одну рамку. И, конечно же, вы подстраиваетесь под своего ребенка. Ребенок выполнил один урок. Вы дали ему там перерыв. Он сходил, попил воды. Там сел даже 10 минут, просто посидел на диване, отдохнул. И сел делать другой урок. Значит, так вашему ребенку необходимо для выполнения успешного домашнего задания. Ну и, конечно, если ваш ребенок отстает в развитии, тут вам помогут только специалисты. Вы начинаете водить ребенка к логопеду, психологу, дефектологу. Может быть, даже идете в больницу и обращаетесь к неврологу. И только тогда у вашего ребенка начинаются успехи в учебе, когда у него начинается коррекция его нейропсихологических комплексов и проблем. Также у ребенка падает мотивация к обучению или ее вовсе нет из-за низкой самооценки. Когда он сам себе говорит или сам знает, что он не может справиться, у него не получится, и он никогда это не сможет выполнить. Чтобы у ребенка возросла самооценка, и он понял, что он тоже может, как и все другие ученики, И для этого должны помогать, конечно же, родители. Постоянно ребенка подкреплять хорошими словами, например, такими, как «У тебя все получится», «Не бойся», «Ты победишь», «У тебя будет все хорошо», «Ты получишь хорошую оценку». А если мы будем постоянно ребенку говорить «Ой, да ты дурачок», «Ой, ты не справишься», «Ой, ты не сможешь», Конечно же, у ребенка самооценка никогда не поднимется. Ну или можно, например, отдать ребенка в какой-то кружок, в какую-то секцию, где ребенок будет достигать каких-то успехов, видеть свои результаты, и у него тоже начнет подниматься самооценка. А самооценка тоже влияет на хороший успех в учебе. Провести такое упражнение. Необходимо нарисовать себя красивого, успешного или целеустремленного, а рядом с рисунком написать свои сильные качества и качества, которые нужно развивать. Обратите внимание на формулировку. Не слабые качества, а качества, которые нужно развивать. После того, как рисунок будет готов, пусть ребенок расскажет вам о том, что у него получилось и что происходит на картинке. Вырастите свое восхищение рисунком и тем, что рассказал ребенок. Делайте акцент на сильных качествах и напоминайте о них. Еще низкая успеваемость может быть из-за того, что ребенок мало читает. У него не развит кругозор, ему тяжело читать, потому что техника чтения у ребенка плохо развита. Ребенок, который взахлеб читает книги – большая редкость. Чаще дети не хотят читать ни школьную литературу, ни интересные для их возраста книги. Если вы вспомните свое детство, то в памяти всплывут десятки интересных рассказов, которые вы не только читали, но и увлеченно обсуждали со сверстниками, с современными подрастающими поколениями – все иначе. И причина этого – глобальный технический прогресс и появление огромного разнообразия гаджетов и игр. Сейчас вместо чтения книг ребенок с большим удовольствием посмотрит телевизор, поиграет на приставке, посидит в социальных сетях. Книги не могут конкурировать с медиаресурсами за внимание ребенка. Прогресс с прогрессом, но, к сожалению, такой досуг приводит к неуспеваемости в школе, плохо развитому словарному запасу, неумению четко и грамотно излагать свои мысли. Исчезает аспект нравственного и духовного воспитания. Ведь ребенку не о чем думать, рассуждать и спорить. В голове остаются только ток-шоу, агрессивные фильмы и игры. Наверняка вы неоднократно пытались убедить или даже заставить своего ребенка читать. Правда, эти убеждения оказались малоэффективны и работали лишь некоторое время. Большинство родителей задают вопросами, почему современное поколение не интересует книги и как заставить ребенка читать. Алгоритм действий по решению проблемы. Первое. Составьте расписание, в котором пропишите график просмотра телевизора и использования интернета. У ребенка должно быть время, когда он может просто посмотреть телевизор и полистать страницы в интернете, и его никто не будет за это отчитывать. Для ребенка от 7 до 12 лет не должно превышать 1 час в день. Здесь есть еще одно дополнение к данному пункту. Также имеет значение, сколько времени сами родители проводят перед телевизором или компьютером. Для того, чтобы ребенок принял новые правила, покажите ему положительный пример. Отдельной проблемой является мобильный телефон, который представляет собой целый мир с огромным количеством игр, видео и других развлечений. Конечно, если вы долларовый миллионер, то можете отправить ребенка в закрытую частную школу, где учатся дети очень богатых людей, и у них нет мобильного телефона. Просто нет, и это нормально. Но мы живем в реальном мире, и если вы не купите ребенку мобильный телефон, он, во-первых, будет чувствовать себя неловко, у всех есть, а у него нет. А во-вторых, всегда сможет поиграть, попросив телефон у одноклассников. Поэтому с ребенком нужно договориться и ограничивать время игр. Второе. Чтобы ребенок захотел читать, нужен пример родителей. Вам необходимо создать читательскую среду дома. Для начала у вас должна быть домашняя библиотека, к которой вы часто подходите и берете интересующую вас книгу. После прочтения нескольких глав нужно высказывать свои впечатления, задавать вопросы членам семьи, как бы втягивая их в историю своей книги. Необходимо создавать книжные традиции. Обсуждайте прочитанные книги, рассказы, стихи. Устраивайте шоппинг по книжным магазинам. Если вы предоставите ребенку возможность самостоятельно выбрать себе любую понравившуюся книгу в книжном магазине, он это обязательно сделает и дома, и начнет ее читать. Также можно применять маленькие хитрости. Например, сравнить героя книги с реальным знакомым. Слушай, сынок, главный герой в рассказе так похож на твоего друга Колю, вы самостоятельно можете придумать множество хитростей. Главное, чтобы исходила тоже инициатива и вы читали. Также нужно создавать книжную среду, но уже и вне дома. Это может быть литературный или поэтический кружок, где дети смогут делиться с мыслями о прочитанном. Хотя бы раз в неделю ребенок должен посещать такое место, где говорят о литературе. Можете проявить инициативу на родительском собрании, предложить классному руководителю устраивать для детей читающие классные часы или вечера. Становится понятно, что для большинства детей чтение может стать любимым и увлекательным занятием. Стоит лишь изменить отношение к нему и научить ребенка дружить с книгами. Чтобы вызвать интерес к книгам, вам необходимо читать вслух. Ребенок должен услышать в книге то, что вызвало у него интерес. Периодически можно вместе слушать аудиокниги. В обучении ребенку надо объяснить, что для него важно слушать на уроке учителя. Он очень хорошо может запомнить услышанный материал и потом легко его воспроизводить. Дома тоже старайтесь просить его проговаривать школьный материал вслух. Учить стихотворение и правила нужно тоже вслух. Также для ребенка старайтесь выбирать книги с большим количеством иллюстраций, красивой обложки, цветным шрифтом. Все в книге должно быть ярким, чтобы привлекать внимание ребенка и вызвать у него интерес к чтению. В обучении тоже необходимо использовать как можно больше наглядного материала, рисунков, схем, таблиц, различные яркие образы. На уроке такому ученику надо делать для себя пометки в учебниках или на полях в тетради. Ребенок все-таки не отрывается от компьютерных игр, соцсетей или ТВ. Что же делать? Первое. Нужно обязательно отследить, что же затягивает ребенка в интернет. Сюда входит различная деятельность, игры, просмотр каких-то видеороликов, сидение в каких-то группах, переписка с кем-то и так далее. Конечно, для ребенка это ощущение свободы. Он чувствует там себя свободным. Но вы должны обязательно это отследить. Если, конечно, вы все это отследили, вы должны очень сильно насторожиться. Это серьезный звоночек. У ребенка есть проблемы, от которых он уходит в виртуальный мир. Проблемы могут быть совершенно разными, начиная с неуверенности в себе, страхов и заканчивая конфликтами в семье. Ребенок, который уходит в виртуальный мир, заявляет всем. Меня не устраивает или пугает моя реальная жизнь. Играя, он снимает напряжение, успокаивается. Поэтому, если вы замечаете, что сын или дочь слишком много времени проводит с планшетом или у компьютера, есть смысл просетить психолога. Как показывает практика, если у ребенка нет серьезных сложностей, и дома его окружает благоприятная обстановка, он не уходит в виртуальную реальность. Поэтому первое, что нужно сделать, это наладить контакт со своим ребенком, стать для него другом и помочь решить его реальные проблемы. Практические шаги для изменения ситуации в лучшую сторону. Придумайте записать правила пользования ТВ компьютером, мобильным телефоном, планшетом. Для начала обсудите эти правила со взрослыми членами семьи, так как им тоже необходимо соблюдать новые правила. Второе. Подготовьтесь к беседе с ребенком на тему плюсы и минусы долгого просмотра ТВ и пребывания в интернете. Важно заранее продумать аргументы в пользу ограничения времени пребывания в интернете. Проведите беседу с ребенком. Совместно придумайте правила пользования интернетом и просмотра ТВ. При беседе опирайтесь на свои заранее подготовленные аргументы. Важно, чтобы у вашего чада появилось ощущение, что он вместе с вами создал эти правила. Нельзя просто навязывать придуманные вами законы. Ребенок специально не будет их соблюдать. А правила, разработанные совместно, это уже другой разговор. Также необходимо поставить пароль на компьютер или планшет в мобильный телефон, либо отключать на них интернет. Обязательно объясните ребенку, почему вы это делаете. Скажите, что вы ему доверяете. А пароль лишь поможет всем быстрее выработать привычку работать в сети в ограниченное время. Предложите ребенку составить расписание пользования интернетом на неделю и повесить его над рабочим столом. Вам надо продумать, как проводить совместный досуг и чем занимать ребенка в свободное время. Время, которое вы сэкономили, должно пойти не в счет уроков, а на что-то приятное и интересное для ребенка. Покажите ему, что весело проводить время без электроники. На протяжении первых двух недель напоминайте ему, что у вас новый этап, который пойдет всем на пользу. Объясняйте, что он делает очень полезное дело и спрашивайте, какие плюсы он замечает. Могу уверить в вас, что все это сделать реально. Я провела огромное количество смен в лагерях, сначала в качестве вожатого, а далее в качестве директора и организатора. Всего порядка 50. Возрастной диапазон ребят в лагерях от 7 до 17 лет. У нас всегда были одни и те же правила пользования телефонными и планшетами. Средства связи раздавались один раз в день на 30 минут. За это время ребенок успевал связаться с родителями, в подробностях рассказать о прошедшем дне, выйти в социальные сети и пообщаться с друзьями. Естественно, всегда первые 2-3 дня почти все дети бунтовали и говорили, что им не хватает времени на общение и что им жизненно необходимо выйти в интернет. Но на 3-4 день все менялось. Дети полностью адаптировались к насыщенной программе и в итоге даже забывали о том, что хотели выйти в социальные сети или поиграть в игры на телефоне. Поэтому с уверенностью заявляю, что если вы будете использовать приведенный выше алгоритм действий, ваш ребенок через пару недель привыкнет к новому образу жизни и перестанет тратить уйму времени на ненужные занятия в интернете. Но есть и одно «но». Если у ребенка уже сформировалась игровая зависимость, нельзя резко лишать его компьютера. Так это может вызвать сильнейшее сопротивление, всплеск, агрессию и, возможно, депрессию. Необходимо решать проблему под руководством специалистов, работающих с детскими зависимости. Если ваш ребенок больше трех часов в день проводит в какой-либо игре и при этом правиле, которое вы ввели, не работают, есть смысл обратиться за консультацией к психологу. Ну и, конечно, чтобы быть успешным в учебе, необходимо, чтобы ребенок был ответственным и самостоятельным. Как же прививать такие важные качества? Давайте разбираться. Например, возьмем домашнее задание. Ребенок должен выполнять его самостоятельно. Не вы за него полностью делаете, а ребенок просто потом переписал или даже, может, не переписал за некоторых, может, написали родители. А ребенок должен все сделать сам. Вы должны только проверить, если что-то ребенок не понял, ему подсказать, ему объяснить. И после этого, конечно, ребенка похвалить и дать ему мотивацию на дальнейшее самостоятельное выполнение домашних заданий. Вы хвалите ребенка и говорите, какой ты у меня молодец, вот посмотри, все сделал сам. Может быть, в конце недели дать какое-то за это поощрение. А может быть, поначалу и каждый раз давать какое-то поощрение за каждое выполненное домашнее задание. А потом у ребенка это просто войдет уже в привычку. Ну, а некоторым детям хватает просто одной похвалы. Вы должны это сами заметить и начать эту ответственность в ребенке и самостоятельность прививать. Также самостоятельность мы прививаем ребенку через подготовку к школе. Ребенок должен сам собрать свой портфель, посмотреть свой пенал, все ли лежит, там все ли тетради он положил в портфель. Приготовить физкультурную форму, посмотреть, чистая ли она у него, подойти к вам, сообщить об этом. Мама, папа, мне нужна там чистая футболка, завтра у меня физкультура. Или там погладить, чтобы ребенок, конечно, ребенок сам еще маленький не погладит, но хотя бы он уже вас об этом предупредит. А это говорит о том, что он уже самостоятельный и ответственный. И он знает, что завтра у него урок физкультуры. Например, просмотрел свою школьную форму, знает, в чем ему завтра идти. И, конечно же, после этого у вас идет уже похвала. Вы должны обязательно ребенка за все похвалить. За то, что он сам проявил инициативу, сам самостоятельный и сам может собраться в школу. Самостоятельность проявляется не только там в школьных каких-то делах, но и в домашних проявляется самостоятельность. Вы, например, с утра ребенку говорите или позвонили, чтобы, например, ваш сын или дочь выкинули мусор. И вы смотрите, когда приходите с работы, выкинул ваш ребенок мусор или нет. И, конечно же, после этого даете ребенку какую-то похвалу, какую-то награду за это, чтобы он потихоньку, попаленьку вырабатывал в себе самостоятельность и ответственность за какие-то дела. Прививать самостоятельность и ответственность нужно с каких-то сначала маленьких дел и постепенно эти дела наращивать. Со временем вы уже сможете давать ребенку либо больше дел, либо дела, которые посложнее и потруднее. А если вы это сделаете сразу, например, когда у ребенка еще не привита самостоятельность и ответственность и дадите ему сразу пять дел, он, конечно же, хорошо, если он из них сделает одно, а то, возможно, не сделает и ничего. Начинать нужно хотя бы с одного и потом постепенно-постепенно нарастать. Или, например, вы начнете с того, что ребенок выкинул мусор, или, например, вы начнете с самого там сложного, напишите огромный список и отправите его в магазин или там заставите сделать еще что-то более сложнее, чем ребенку сейчас пока что нужно. Конечно же, так вы ответственность и самостоятельность ребенку не привьете. Но и, конечно же, вы должны учить ребенка вот к самостоятельности прививать ответственность, что он ответственный за тот поступок, который он сделает или не сделает. Если он его сделает, то он, конечно же, получает похвалу, а если он его не сделал, вы должны об этом тоже проговаривать. Как-то это какое-то наказание, но не криком и ором, что вот ты такое вот не сделал, а как-то придумать какое-то такое наказание, чтобы ребенок понял, что он этого не сделал. Так же, как вот в школе. Не сделал домашнее задание, получил два. Ребенок приходит домой, вы ему говорите, а тебе было задано домашнее задание, а ты не сделал его, и за это получил два. Из-за этого того, что ты получил два, можно, например, сказать, там неделю или несколько дней ты сидишь без телефона. Не то, что час в день, ты вообще его больше не получишь. И тогда ребенок только поймет, что домашнее задание нужно выполнять, и у него разовьется ответственность внутри вашего ребенка. Ответственность – это умение отвечать за свои поступки, действия, слова и понимать, к чему они ведут или могут привести. Так же, вот, например, маленькие дети что-то берут без спроса. Пришли в гости, что-то взяли без спроса. Или принесли что-то домой, там погуляли у кого-то, что-то взяли. Или бывает такое, дети маленькие неосознанно берут что-то на прилавках магазинов. Или взяли что-то у вас. Вы должны это оставить не без внимания, а обязательно ребенку проговорить, что за этим следствует, какая пойдет ответственность за этот поступок. Сейчас что может произойти? И, конечно же, объяснить, что произойдет в дальнейшем. И постараться то, что он взял без спроса, либо вернуть, либо отдать как-то и извиниться. Либо бывает такое, что вот дети подрались, и там ребенок один другому, там, например, разбил губу, там, разбил нос и так далее. Тоже после этой драки обязательно нужно ребенку объяснить, какие будут последствия, что за этим последует и какая его ждет ответственность за этот поступок. И сейчас, и то, что будет в дальнейшем, когда он станет старше. Самостоятельность – это умение действовать без чего-либо вмешательства, без помощи со стороны. В воспитании детей – эти два понятия неразрывно связаны между собой. Если мы попытаемся научить ребенка ответственности, то при этом делаем все вместе, не давая ему возможности совершить действия от начала до конца самостоятельно, то он никогда не научится отвечать за свои поступки. И в ситуации неудачи он обязательно разделит крах между несколькими участвовавшимися в работе лицами. Ведь все мы знаем, что переложить ответственность на кого-то другого гораздо спокойнее и приятнее. Поэтому при формировании ответственности важно давать ребенку возможность делать что-то самостоятельно и отвечать за результат самому, прежде всего перед самим собой. И еще для успешной учебы ребенка необходимо его научить тайм-менеджменту. Что такое тайм-менеджмент? Это умение правильно управлять своим временем, расставлять приоритеты и делать все в срок. В современном обществе мы часто слышим, что большинство людей страдают от нехватки времени. Многие пытаются начать планировать свой день, но не всегда это получается, так как насыщенный ритм жизни сбивает все планы. Важно научить ребенка правильно воспринимать время и концентрировать внимание на важном. Жить здесь и сейчас. Если вы будете соблюдать все принципы, которые мы описываем в книге, результат не заставит себя ждать. Вы сможете значительно повысить качество жизни ребенка. Что включает в себя тайм-менеджмент для детей? Планирование, целенаправленность, расстановка приоритетов, ограничение, полезные привычки. Ну и, конечно, для успешной мотивации, для успешной учебы нужен договор о хорошей учебе. Вот его суть. Часто родители что-то обещают ребенку за хорошую учебу, например, дорогую приставку. Ребенок сначала очень старается, но сталкивает с первыми трудностями, теряет терпение и перестает стараться. Так работает мотивация, это мы уже выяснили. Проблема еще в том, что при невыполнении условий ребенок ничего не теряет. Поэтому договор должен быть трехсторонний. Например, если ребенок заканчивает четверть без троек, это должна быть непростая задача для ребенка, но все-таки выполнимая, то вы покупаете ему приставку. А если заканчивает стройками, то три месяца после этого он моет посуду за всей семьей ежедневно. Цена в случае невыполнения договора должна быть значительной, но посильной для ребенка. Естественно, эту цену нужно сначала обсудить с ребенком. После этого подписываем с ним договор. Необходимо в этот процесс добавить максимум формальности и пафоса. Договор составляется между ребенком. Обязательно впишите все данные его свидетельства о рождении вами. Пишите полностью свои данные. Далее прописывайте обязанности по договору и то, что будет, если ребенок выполнит условия или не выполнит. Договор распечатывается и подписывается тремя сторонами. Вами, ребенком и третьим лицом. Родителями дедушкой или бабушкой, старшим братом или сестрой. Что же произойдет, когда в следующий раз ребенок будет выбирать между тем, чтобы поиграть на планшете или сделать уроки? Без приставки он еще жить сможет. А вот мыть три месяца за всеми посуду та еще привилегия. В общем, проверено. В начальной школе метод отлично работает. Ну и вот мы с вами закончили вторую главу «Как стать ребенку успешным?» «Как привить ребенку мотивацию?» И сейчас у нас с вами начнется третья глава «Как решать нейропсихологические проблемы». Развитие внимания, памяти, мышления и речи зависит во многом от того, насколько развит мозг ребенка. Полноценное развитие мозга напрямую связано с развитием тела. И если ребенок не ползал в детстве или мало двигался в возрасте 4-5 лет, возраст взять для примера. У него могут быть большие проблемы, например, с вниманием. Эти проблемы практически невозможно решить стандартными упражнениями для развития внимания. Дети, которые в детстве мало двигались, а таких сейчас больше половины, имеют проблемы с гармоничным развитием мозга. Вспомните себя, как вы проводили досуг в летние каникулы. Правильно, выносились на улице, играли с соседскими детьми, бегали, прыгали. В общем, пытались свернуть себе шеи всеми доступными способами. Что делают современные дети? Практически то же самое, только теперь делают они это не сами, а с помощью своих персонажей в компьютерных играх. А в остальное время сидят, уткнувшись в экраны планшета или телефона. При этом их мозг продолжает деградировать. К сожалению, эволюция еще не приспособилась к тому, чтобы человек с детства переставал двигаться. Что же делать? Для того, чтобы решить данную проблему, в книге представлены упражнения для развития мозга. Называется «Гимнастика для мозга», «Упражнения для развития мелкой моторики рук» и «Гимнастика для тела». Все эти упражнения можно найти в интернете и выполнять их дома с ребенком каждый день. Ну и в третьей главе представлены нейропсихологические проблемы. А сейчас мы с вами начнем говорить о четвертой главе методики эффективного обучения. Для того, чтобы натренировать в себе сложный навык, необходимо разделить его на поднавыки, натренировать их отдельно, а потом собрать вместе. Вся суть в том, что невозможно обучиться очень хорошо играть в футбол, просто играя в футбол. Если вы видели, как проходят тренировки футболистов, то знаете, что 70-90% времени уходит на отработку ударов, тренировку, ускорение, отработку пасса и остальных составных элементов игры. 15-летний мальчик, который полгода посещал гоночную секцию, будет за рулем ездить намного лучше, чем водитель маршрутки с 20-летним стажем, если, конечно, водитель не посещал никаких курсов экстремального вождения. Почему? Потому что мальчик обучили каждому поднавыку крутить руль, переключать передатчики, смотреть в зеркала и так далее. Отдельно и каждый из элементов он делает намного быстрее и четче, чем водитель. Невозможно совершенствоваться в вождении, просто многократно повторяя комплексный навык. Аналогично, когда мы обучаем ребят скорочтению, мы разделяем этот комплексный навык на поднавыки, расширяя поля зрения, снижение артикуляции, проговаривание, умение видеть целостный образ, устранение возрастных движений глаз. Далее собираем эти поднавыки, вместе получаем новый навык скорочтения. Обучение ребенку сложному навыку, разделяйте его на поднавыки и далее собирайте их. Это значительно облегчит процесс обучения. Принцип целостности Для того, чтобы ребенок, окончив школу, стал человеком образованным и мог поддержать любую беседу, ему необходимо целостное представление о школьных предметах. Поэтому старайтесь сами, особенно в младших классах, давать ребенку целостное представление о предмете. Это значительно улучшит процесс усвоения школьной программы. Принцип фокусировки Старайтесь сфокусироваться на сильных сторонах ребенка и помочь ему развить их. Да, подтягивать слабые тоже нужно, но основной фокус, внимание должен быть направлен на сильные стороны. Образность памяти, предметы, абстрактные образы Например, для того, чтобы что-то запомнить лучше, нужно это представить. Представьте, например, стол или яблоко. Отлично! Кроме образов, а еще звуков, запахов, ощущений в теле, мы запоминаем связи между ними. Например, стоит вам учуять запах знакомых духов на улице, и у вас в голове возникает образ близкого человека, который этими духами пользуется. Мы очень тяжело запоминаем новую информацию с нуля и намного лучше запоминаем, связывая ее с другими уже знакомыми объектами и людьми событиями. Пятая глава. Модель идеального обучения. Модель идеального обучения выглядит так. Сначала у нас поступает информация. Второе. Она поступает в какой канал информации? Мы либо это видим, либо слышим, либо мы чувствуем, либо мы ощущаем. Третье. Постановка цели обучения. Мы ставим цель. Для чего нам это нужно? Четвертое. Понимание информации. Начинаем ее уже понимать. Пятое. Кодирование и запоминание. После того, как мы информацию поняли, мы должны ее запомнить. Шестое. Хранение. После того, как мы ее запомнили, мы должны ее что сделать? Конечно же, хранить. И последнее. Это воспроизведение. Когда мы информацию, которую сохранили, воспроизводим. Первый этап – это поступление информации. Откуда нам может поступать информация и откуда поступает информация ребенку. из книг и учебников, от учителя, от родителей, интернет, радио и телевидение. Второе. Это канал восприятия. Мы воспринимаем поступающую информацию через свои органы чувств. Соотношение между каналами в количестве получаемой информации через каждую из них примерно следующее. В процессах зрения у нас 70% восприятия, слуховая 20% восприятия информации, тактильные, обонятельные и вкусовые ощущения всего 10% информации. Поэтому нужно больше уделять внимание зрительной памяти и стараться больше информации показывать наглядно. Обычно, когда информация больше происходит на слух и малозрительный человек усваивает эту информацию хуже. Третье. Постановка целей обучения. Ребенок должен знать конкретную цель своего обучения. Например, подготовить пересказ. Одна цель. Подготовиться к сдаче экзамена. Вторая. Подготовить пересказ у доски. Третий. И для каждой из этих целей применяются различные методы. Четвертый этап. Понимание информации. Итак, вы услышали, увидели, прочитали новую информацию. У вас есть цель обучения. Теперь поговорим о понимании. Изучение всего нового базируется на уже имеющихся знаниях. Когда у вас есть в голове базовая система знаний, то нет проблемы с пониманием новых. Вы смотрите на них уже через призму этих базовых знаний. И большинство моментов вам понятно. А то, что непонятно, всегда можно разобрать и понять. Вывод. Понимание ребенком нового материала, основанное на уже имеющихся у него знаниях. Чем целостнее структурнее база знаний ребенка, тем лучше и быстрее усвоение нового материала. Пятая стадия. Это кодирование информации. Для того, чтобы легко запомнить информацию, нужно превратить в удобный формат для запоминания. Шестой этап. Хранение информации. Борьба с забыванием. После того, как вы запомнили информацию, необходимо ее сохранить. Есть чудесный феномен, который называется забыванием. В действительности, это очень полезный природный механизм, защищающий нас от огромного количества информации. Представляете, что было бы, если бы мы помнили все. Кроме того, информацию нужно принять, закодировать, запомнить и не забыть. Ее нужно еще и уметь воспроизводить. Эта огромная проблема напрямую не относится к нашей теме, и поэтому вопросы я готовлю отдельную книгу. Вам лишь нужно знать, что самый лучший способ воспроизведения, заставляющий мозг ребенка работать наиболее эффективно, это пересказ. С введением книги появилась очень большая проблема. Выпускники, даже хорошо сдавшие тесты, абсолютно не умеют говорить. А для работодателей часто очень сложно найти молодого сотрудника, который может кратко и лаконично изложить свои мысли. Ведь что такое пересказ? Сделанный ребенком – это полноценный интеллектуальный продукт, пропущенный через призмы восприятия, опыта и мысли ребенка. Пересказ – самый полезный метод воспроизведения информации, способствующий лучшему усвоению материала. Ну и шестая глава – это конкретные методы эффективного обучения, необходимые ребенку в начальной школе. Как научить ребенка писать сочинения? Сочинения – это изложение на бумаге структурированные мысли ребенка по какой-то теме. Если ребенок не умеет структурировать мысли, у него в голове каша. Написать качественное хорошее сочинение будет очень трудно. Поэтому очень важно научить ребенка структурировать мысли. Учим ребенка. В центре название сочинения. По теме это соответствующая часть введения, основная часть заключения. Итак, в центре пишем, как я провел зимние каникулы. Введение обычно нужно написать, куда ездили. В основной части рассказываем, что там делали, что наблюдали. В заключении понравилось ли путешествие или нет. Можно это сделать на листе А4 перевернутом горизонтально. Следующее. Как научить ребенка писать изложение? Изложение – это фактически пересказ текста. Но у этого вида работы есть некоторые особенности. Почему у детей возникают проблемы с написанием изложений? Во-первых, необходимо воспринимать на слух всю информацию. А во-вторых, время на запоминание очень ограничено. Очень легко написать изложение можно, записав какие-то ключевые слова, которые ребенку помогут в дальнейшем написать изложение. Если этот текст нужно самому ребенку прочитать, то он должен прочитать сначала текст полностью, потом прочитать его каждую часть, каждую часть пересказать своими словами. Можно слова заменять синонимами, если они для ребенка сложные. А если этот текст диктует учительница, прочитала раз, прочитала два, то здесь уже нужно просто успеть записать ключевые слова, которые в дальнейшем помогут написать изложение. Как научить ребенка запоминать стихи? Выучить стихотворение – одно из основных заданий в начальной школе. Как же лучше всего учить стихотворение? Основные правила. Обязательно нужно прочитать 2-3 раза стихотворение вслух. 2-е – определить значение непонятных слов. Все слова найти, возможно, в словаре определения слов, для того, чтобы ребенок понял, в чем заключается смысл этого стихотворения. Понял, о чем это стихотворение. Можно найти стихотворение в интернете. Например, чтобы ребенок его еще прослушал, или чтобы вы прочитали его сами. Можно найти какой-то видеофрагмент данного стихотворения, когда автор читает, и к стихотворению идут картинки. Тогда ребенок будет запоминать еще лучше. Можно прочитать, например, с ребенком первые 2 строчки, и сказать ему, давай с тобой попробуем представить, что ты в своей голове представил, когда прочитал 2 строчки. И ребенок уже вам об этом говорит. Можно даже попробовать нарисовать. Это для тех детей, которые, ну, совсем сложно запоминают стихотворение, которым трудно дается заучивание. Ну, и потом уже просто выучить стихотворение и рассказать. Как легко запомнить написание словарных слов? В русском языке есть огромное количество словарных слов, написание которых не подчиняется правилам русского языка. Их нужно запомнить. Как это сделать наиболее простым способом? Возьмем словарное слово для третьего класса «агроном». Пишется оно через «о». Это никак не проверяется. Просто представим агронома. Агроном – это какой-то мужчина с лопатой, который в земле копается и что-то там сажает. Будет он у нас сажать тыкву, потому что тыква круглая и похожа на букву «о». То есть, прокрутив пару раз эту ассоциацию в голове, ребенок уже никогда не забудет, что агроном пишется через «о». Вы скажете, что «да», с одним словом все легко. А что делать, когда у вас десятки слов? Как их запомнить все? Очень просто. Подготавливаем двухсторонние карточки. На одной стороне карточки пишем слово с пропущенной буквой, а на другой вместо пропущенной буквы рисуем тыкву. Карточки должны быть непрозрачными. Таким способом очень легко выучить те словарные слова. Ребенок перебирает стопку карточек, смотря на сторону, где в слове пропущена буква и говорит, как слово правильно пишется. Далее переворачивает карточку и проверяет себя. Если он ответил верно, то выкидывает карточку из стопки. Если ошибся, еще раз пытается запомнить и откладывает карточку в конец стопки. Такой метод называется методом воронки. Он позволяет прорабатывать именно те слова, в которых ребенок допускает ошибки. Ну и вот мы с вами подошли к заключению. Используя все методы, описанные в этой книге, вы сможете значительно облегчить учебу своему ребенку и, соответственно, жизнь себе. Если хотите получать еще больше полезных советов от меня, то подписывайтесь на мой аккаунт в Инстаграме. Там я делюсь с родителями полезными рекомендациями по эффективному обучению в школе. В книге представлено очень много информации, о которой я вам рассказала вкратце, что-то прочитала, что-то я вам пересказала и рассказала своими словами. Поэтому, если кто-то хочет прочитать эту книгу прям полностью всю, то, я думаю, вы можете найти ее в интернете или посмотреть ее в магазине «Читай город», в каких-то других книжных магазинах и себе ее приобрести. В книге представлены различные задания и упражнения, которые помогут вашему ребенку хорошо и эффективно справляться с обучением в школе. Желаю вам и вашим детям дальнейших успехов, родителям терпения и понимания своих детей. Детям успехов! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok